Спасибо. Наверное, по простоте одинаково было, но вот сам процесс подачи заявки отличается очень сильно. А в Швеции, например, существует единый сайт для подачи документов, куда загружаете все свои сканы документов и забываете до оглашения результатов. А вот в Японии нужно отправлять именно распечатанные копии копий, причем копия копий не может быть просто копией. Ее нужно сертифицировать у нотариуса или в университете у вас с печатью. К тому же все документы нужно было собрать в единый комплект и сделать две копии этого комплекта и все это сложить в прозрачную папку уголов. Я об этом уже упоминала в видео про стипендию МЕКСТ. Тяжело ли было учиться в Японии после опыта в Швеции и после опыта в России? Тоже был такой вопрос. У меня есть опыт обучения в трех странах. Это Россия, СПБГУ, Швеция, Упсальский университет и Япония, несколько университетов. И, наверное, если сравнивать между тремя странами, я бы сказала, что в Швеции, наверное, более стрессовое обучение было, потому что мне показалось, что на занятиях, особенно на семинарских, уже как-то ожидается, что студент пришел со знаниями. Также у меня был большой разрыв между теоретическими понятиями, которые мне дали в СПБГУ, и практическим подходом в Швеции. Это, пожалуй, самое яркое отличие, потому что в Швеции ты не просто слушаешь лекции и записываешь, а потом сдаешь экзамен. Такое тоже присутствует, но только на 40%. Еще 50% составляет семинарская работа практическая, то есть на геофаке у нас была в основном практическая работа за компьютерами. Мы делали карты, моделировали ледники, их изменения. Наверное, наибольшим испытанием было вдруг взять и как-то познакомиться сразу, влиться в работу в матлабе. Первый раз, когда нам выдали задание, вот задание, вот вам программа, идите и делайте. Я смотрю на это, не понимаю, куда нажать, с чего начать. Не нужно бояться спрашивать, потому что кто-то уже знает, как это делается, а ты будешь сидеть и искать в интернете ответ на этот вопрос еще 3 часа. В Японии в основном будут идти лекции и теории, то есть это не интерактивное обучение, а в формате послушать профессора, вынести что-то новое, задать ему вопрос и вести конспект, а потом уже по этому материалу задавать экзамен. Хотя, вот в УЗИ, где я сейчас учусь, там, мне кажется, очень много таких практических лабораторных работ, что очень радует. Сравни Саппера и Токио. Это ведь очевиден климатом, он находится в другой климатической зоне, там намного холоднее, и природа очень похожа на наш Сахалин, такие же невысокие горы, растительность такая же, суровые холодные зимы. Ну, как суровые, минус 15 точно бывает, а летом плюс 20-25 выше, редко поднимается температура. И в практическом плане Хоккайдо это островная префектура, и чувствуется какая-то изолированность от основной части Японии, от острова Ханчу. Например, я говорила в видео про Коско, что там, например, нету Икеи или летающего тигра, и Apple магазина тоже нет. Так что, если вам приспичит купить незаблокированный телефон вдруг Саппера, придется подождать до поездки в основную часть в Японии. Но, что не отличается, так это здания и то, как их конструируют. Дома, которые предназначаются, в общем-то, для более теплых широт, ставятся точно так же в Саппера. Ну, так как там нет, не предусмотрено центральное отопление, есть газовые обогреватели. Достаточно высокие счета набегают зимой за газ за 10-15 тысяч в месяц в йен. Хотя, если так сравнивать, то в Токио, например, в Фукуоке, за кондиционер, за электричество тоже набегают высокие счета летом, когда жара невыносимая, все липкое, жаркое. Еще был вопрос о заблуждениях, с которыми я столкнулась, приехав в Японию. Да, вы знаете, что я не была фанатом аниме, поп-культуры, не интересалась Японии языком страны до своей первой поездки сюда. Но все же какие-то стереотипы были, и вот стереотип о том, что Япония где-то живет в будущем, он не подтвердился в некоторых моментах, даже очень удивил меня. Например, я всегда люблю рассказывать историю про интернет, какой он здесь медленный. Потому что он даже, я не знаю, что не так, но загружается страница очень медленно. И это не то, что у меня самый бомжатский дешевый тариф. Я плачу 2000 йен за Line Mobile. Я понимаю, что Line это провайдер-паразит, который презитирует над Окумо и какая там еще вторая сеть Софтбанк в Японии, но все равно так медленно работает и все. И даже Wi-Fi у меня дома. В Саппор, когда я снимала квартиру, у меня был тариф 115 Мбит в секунду. И даже когда я купила новый роутер, настроила его на 2 сети, 2,4 и 5 ГГц, все равно все было очень медленно. Но, конечно, в зуме я могу участвовать в лекциях, видеозвонки работают, но все равно чувствуется какая-то зернистость на звонках FaceTime. В отелях та же история. А, пожалуй, единственное место, где интернет просто летает, это аэропорт и метро. Токийское метро прям. И еще меня очень удивило, что банкоматы не работают как два суточно. Например, у нас в России главный банк Сбербанк, и банкоматы работают круглосуточно, то в Японии они закрываются с 6 до 8-7 утра на отдых. И я не понимаю причину, почему. Видимо, банкоматам тоже надо отдохнуть, они устают. Конечно, работают банкоматы в круглосуточных небольших магазинах, но там берут комиссию. И это приводит меня к последней особенности, что в Японии до сих пор, во многих местах, нельзя расплатиться картой так. Ну, как относятся? Рассматривают. Пытаются разговаривать на английском, если могут. Для японцев мы всегда останемся иностранцами, даже если тут прожили всю жизнь, все равно выглядит по-другому. И очень много милых ситуаций с этим связано. Например, когда я ездила в деревню на Хоккайдо, посещали ферму яблочную, и там можно было купить яблоки зеленые. И мне понравились яблоки такие большие, они выглядят как Грэнни Смит, я обожаю кислые яблоки. И когда я уже платила на кассе, бабушка-фермер объяснила мне, что будь осторожна. Ты знаешь, что эти яблоки нужно есть с сахаром? Их просто так нельзя есть. Ты с сахаром будешь есть их? Я так подумала, наверное, что-то не то купила. Пришла домой, разрезала, и оказалось, ничего страшного. Просто суперкислое яблоко. Я такие люблю, так что с сахаром я так его и не посыпала. Сколько стоит твое обучение? Ты по гранату поехала? Да, я поехала по гранату от японского правительства. И программа называется «Стажеры-следователи». Наверное, самый часто задаваемый вопрос был про мою историю поступления, про то, как я оказалась в Японии. Появилось желание учиться в Японии в магистратуре, получить здесь степень магистра. Поэтому я стала изучать этот вопрос. Нашла программу, меня интересующую, лабораторию. Собрала документы на программу «Стажеры-следователи». Вдала через посольство в Санкт-Петербург и поехала. Про программу «Стажеры-следователи» я рассказывала в видео здесь. Сейчас подсказочка вылетит. Сначала я училась на Хоккайдо по этой программе. Я была стажером без получения степени. И с этого сентября, с октября я вот переезжаю в Токио учиться в университете в Киеве. Это я особо не планировала. Подача документов открывается в апреле-май. И где-то к зиме я уже стала серьезно задумываться о том, что написать в плане исследования. В феврале-марте я записывала свои какие-то мысли. Просто пунктами своей мотивации, как это поможет развитию Японии и России. Собирала просто вот эти вот пункты. А затем уже ближе к подаче документов, на самом деле уже в последний день практически, связала это все в связанный текст, в план исследования и отнесла документы. Ну и, конечно, не советую до последнего откладывать, потому что... Кто знает, что может произойти, может быть, ваша маршрутка опоздает, или какого-то документа будет не хватать. Вот у меня, например, не приняли документы без прозрачного конверта бабочки. Пришлось бежать через дворцовую площадь покупать в буквоеде. Я учусь в университете Киев на медиа-технологиях. Сейчас активно изучаю программирование и дизайн. Как долго ты учила японский язык? Сколько времени уходит на основное? На каком уровне был, когда ты приехала? То есть вопрос про мою историю с изучением японского языка. Достаточно длинные у нас отношения с ним. Начались аж в 2016 году, когда я первый раз поехала в Японию по обмену. На полгода в университет Воседа в Токио. Тогда я брала очень интенсивно, по-моему, 10 кредитов или 12 японского. И у меня японский был практически каждый день. И тогда я его выучила на N5. Очень классные занятия были. Ой, интерактив отличнейший. Учебники супер, учителя тоже супер. Действительно было очень продуктивное время. Потом я вернулась в Россию и как-то подзабросила японский. Потому что самостоятельно себя внуть и пойти изучать язык очень сложно. И возобновила я обучение только в 2018 году, когда поехала в Швецию. Я решила, что пока я здесь, в Швеции, на тот момент нужно как-то использовать возможность. Может быть, в Упсальском университете есть какие-то языковые курсы. И я стала искать и нашла, что в Упсале я не могу брать языковые курсы, уже слишком поздно. Но я могу зарегистрироваться на курсы, которые идут полностью онлайн от другого университета, тоже в Швеции. И на самом деле я очень скептически относилась к этим курсам. Потому что, ну, что взять с онлайн-обучением? И, господи, как я ошибалась. Все как в реальной жизни. Нельзя просто так включить камеру, отсидеться, послушать учителя. Они всегда в любой момент могут спросить, ответить на уроки. Во время вот этой вот Zoom-конференции, ну, тогда еще использовали Adobe Connect. Когда поехала на Фукаде, я переключилась на живые курсы. То есть, ходила именно в университет, училась там. Сейчас, вот как я перевелась в Кею, я хожу на онлайн-занятия от Кею. Был вопрос от гидролога, какими программами мы пользуемся на геофаке. В СПБГУ, по-моему, из программы пользовались только бесплатным QGIS. И, ну, это бесплатный аналог ArcGIS. И в Швеции мне пришлось через силу познакомиться с Matlab, с ArcGIS. И потому что мы делали очень много карт. В плане гидрологии, помню, у нас было практическое занятие измерить скорость течения реки и проанализировать. Река Фирис, это главная река в Упсале, использовалась родная программа, вроде она совсем несложная была, которая шла с оборудованием, которое использовалось для измерения. Поиск стажировок на какие-то программы при компаниях, поработать, набраться опыта, чтобы это была хорошая строчка у вас в резюме. Также обратить внимание на иностранные языки, потому что как раз студенческие годы — это то время, когда у вас есть время учить иностранные языки, вкладываться в это и желательно, конечно, довести какой-то один язык до уровня Advanced, чтобы реальный был инструмент, которым можно было воспользоваться за границей и чтобы выглядеть привлекательно для работодателя. Это мое мнение. Если вы в какой-то научной тематике хотите работать, обратите внимание на публикации, на участие в конференциях, в летних школах, в осенних, в зимних. Вся вот эта академическая движуха. Очень много было вопросов про мое общежитие, сколько оно стоит. И оно стоит 78 тысяч йен в месяц. И все включено. Питание, электричество, отопление. Все включено. Уборка этажей. Да, был вопрос еще про уборку. Убираем ли мы этажи. В отличие от общежития, где я жила, где нужно было раз в месяц убирать с пылесосом весь свой этаж, где живешь, и выносить мусор, кажется, то здесь ничего такого не требуется, только поддерживать в чистоте свою комнату. Да, я общаюсь с несколькими девочками, ходим иногда вместе на ужин. Было очень много вопросов про МЕКСТ, про программу «Стажер и следователь», и я снимала на эту тему отдельное видео. Я планировала снять продолжение этих роликов, потому что действительно вопросы про программу МЕКСТ можно выделить в отдельное видео, их очень много. Ну вот на парочку я решила все-таки ответить. Насколько важен уровень японского при поступлении на студента? Я подавала по другой программе студент, это для тех, кто хочет учиться в бакалавриате, и на студента, конечно, японский намного важнее, лучше, чтобы у вас был Н1. Просто чтобы обезопасить себя, лучше подготовиться к этому экзамену, и, конечно, это будет большим преимуществом среди всех кандидатов, если кто-то уже знает японский на Н2, на Н1, конечно, выберут ему. Бесплатный или подготовительный год японского языка? Конечно, бесплатный, все оплачивается программой, и вас отправляют, насколько я знаю, либо в Осаку на подготовительный год, либо в Токио, вы не сможете выбрать. Так что в отдельном видео также поговорим про второй этап отбора, про второй скрининг, и про то, как писать письма университетам, профессорам в лаборатории. Нет, программа для всех стран, с которыми в Японии есть дипломатические отношения. Казахстан, Украина, Эстония, Латвия, Литва, все эти страны. Да. Как я готовилась к подаче документов? Кто-то помогал? Нет, никто мне не помогал, я все делала сама. Совсем на улице стемнело, и у нас остался блог только про личные вопросы, поэтому переместимся в уютный уголок. Как же рассказывал, у меня никогда особо не было интереса к Японии, я не знала ничего о стране, и в основном смотрела, когда я была в старшей школе в сторону Европы, в сторону Америки, и когда я поехала в Лондон в языковую школу, после школы мне было 18 лет, там в языковой школе почему-то так вышло, что большинство студентов иностранных, которые приехали учить английский, были японцы именно. И до сих пор помню первый день, когда я уже отнесла свои документы, все было хорошо, выхожу из этой школы, и ко мне подбегают две девочки японки, говорят, о, как тебя зовут? Давай дружить! И вот так мы стали дружить, вот, как-то через людей, через общение с ними, я стала узнавать больше о Японии. С радостью, с любопытством, узнавала все больше и больше интересных фактов о Японии, о том, как там жизнь, о манерах их, все же отличается, и мне стало очень интересно поехать посмотреть. Поэтому я, в общем-то, не сомневалась, когда пришло время выбирать, куда ехать по обмену, куда подавать документы, в какую страну. Я выбрала Японию тогда. Я не работаю полноценно, я подрабатываю, подрабатываю иностранцам, то есть я даю уроки русского языка как иностранным и японцам, а также работаю иногда со школьниками японскими, ну это на английском в основном, и также, когда нужен иностранец там куда-то перевезти что-то или на туристические какие-то мероприятия, туда совмещают без проблем, потому что это всего несколько часов в день и то не каждую неделю. Планируете ли жить, работать в Японии после? На данный момент я не хочу работать в Японии, по окончании я хочу вернуться. Сложно ли было привыкнуть к еде? Привыкнуть не сложно, но были какие-то вещи, по которым я скучаю, и сейчас до сих пор это молочные продукты, это нормальный хлеб, сыр. То, что меня очень удивляло поначалу да и до сих пор, наверное, это порции еды в Японии, то есть все продается в каких-то лилипутских таких карликовых пакетиках. Едва хватит на одного человека, и на самом деле, если готовишь там на несколько, то лучше купить несколько упаковок. Это касается всего, и фруктов, и овощей, и сладостей, и бакалей, и всего. Мне бы очень хотелось ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам еще раз, что задавали их. Мне очень приятно, это дало несколько тем для, возможно, новых видео. И спасибо всем за просмотр. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова